На прошедших выходных в Магадане состоялось открытие нового центра дополнительного образования «Братина». В нем представлено много развивающих направлений. Это музей живой истории Средневековья и Великой Отечественной войны, спортивные секции по общей физической подготовке, страйкболу, историческому средневековому бою и также новое туристическое направление. Работу с ребятами центр начнет с января 2021 года. Он будет открыт для всех магаданцев, желающих глубже погрузиться в историю. На торжественном мероприятии мэр Магадана Юрий Гришан перерезал символическую красную ленту и пожелал сотрудникам учреждения плодотворной деятельности. Я хочу вам пожелать, чтобы все планы свершились здесь. Это только начало. Я прошел по кабинетам. Еще придется очень много заниматься как и обустройством помещения, но самое главное – это содержание вашей работы, те цели и задачи, которые вы ставите во главу угла своей образовательной деятельности каждый день. Поэтому это важно, что мы еще и заканчиваем год памяти и славы, посвященный 75-летию победы. Вот сейчас кадры идут. И я вам хочу сказать, что вот сейчас мы с Никишовым переговорили, что надо больше интегрироваться с военно-историческим обществом. В центре Братина появилась и возможность прикоснуться к истории в буквальном смысле. Сотрудники учреждения представили гостям на открытии проект своей организации, который посвящен Алсибу. Также они рассказали, почему центр назвали Братиной и в чем его преимущество. Центр дополнительного образования носит символичное название Братина, потому что мы сотрудничаем с общественной организацией Братина, поэтому часть центра занимают они, мы очень этому рады, будет развиваться историческое направление. Но также здесь будет работать педагог детско-юношеского центра, который будет развивать туризм. Туристическое направление совместно с Братиной сотрудничать, конечно, Поэтому мы очень рады этому событию, что сегодня в нашем детском юношеском центре открывается еще один, десятый центр дополнительного образования. Преимущество детско-юношеского центра «Братина» в том, что в нем открыты новые направления, отметили его сотрудники. Например, туристическое, в рамках которого ребят будут обучать подготовке к походам, играм и краеведению. Также педагоги центра научат детей ставить палатку и расскажут о том, как выжить в лесу. Спасибо.